Владимир Семенович много ездил, был очень интересным, обаятельным мужчиной, наверняка было много поклонниц. Время от времени приходится слышать, что у него есть внебрачные дети. Заявляла о себе якобы его дочка, и вообще ходит много слухов, что есть в разных городах Советского Союза бывшего дети Высоцкого. Вы знаете об этом что-то? Что-то знаю. То есть кто-то где-то есть? Нет, вот те, кто заявляли, как правило, то есть практически все, кто заявляли, это полное фуфлоид. Вот это дети лейтенанта Шмидта. Что касается вообще каких-то его, ну так скажем, внебрачных связей, они были. Я думаю, что кому надо, все все про это знают. И то положение, которое установилось, оно реальных людей, которые на самом деле, а, знают, б, каким-то образом, что-то про них иногда говорят, их устраивает то положение дел, которое есть. А что касается людей, которые выскакивают и требуют изгумации, говорят, вот моя мама умерла, но она мне говорила. Как правило, это люди психически неуравновешенные. Как правило, это люди, начитавшиеся мемуарной литературой и решившие, если я родился там в 63-м году, а Высоцкий был в Сверловске. Он считал, а почему нет, собственно, понимаете. Так что, вот, вообще, я придерживаюсь следующего мнения. Вот те, кого, вот не надо вместо него решать. Вот если бы он хотел, он бы решил многие вопросы. Он их не решил. Значит, не хотел. Значит, не хотел. Прежде чем ему было, как бы, положено, он мог бы еще пожить и, допустим, решить каким-то образом вопросом. Мы должны следовать тому, что мы знаем. Мы знаем, как он относился к такого рода разговорам о себе. Он не признавал этого. И я не признаю вместе с ним. Продолжение следует...